Книга открытым оком. Тема. Богослужение. 19 тонн. Вопрос 3282. Разве обязательно произносить вслух имя патриарха на богослужении? И почему на этом настаивают патриархийные власти в акте? Как-то это поможет патриарху спасти его душу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. О душе-то как раз и нет разговора. Если бы о душе думали, то бежали бы от патриархии, как от чумы и от заразы. Кавычки открыты. Реально могу поделиться тем, что во время этой встречи, в отличие от первой, где с одной стороны в стола сидели члены комиссии московцев патриархата, а с другой стороны члены комиссии зарубежной церкви, все сидели вперемешку. Во-первых, нужно отметить, что официальная позиция русской православной церкви за границей всегда была такой, что придерживаясь традиционного елюанского календаря, она никогда не считала введение григорианского календаря ересью, а определяла это как печальную ошибку. А ни в коем случае не отрицала существование благодати в новостильных церквах. Я думаю, что большинство наших священников будут рады восстановить нормальные отношения со своими православными собратьями, сослужение с которыми было невозможно из-за отсутствия канонического общения с московским патриархатом. При восстановлении единства русской церкви открывается возможность евкаристического общения и с другими церквами. Следовательно, пункт 4 предлагаемого акта о необходимости утверждения, избрания первоиерарха русской зарубежной церкви, предстоятелем поместно русской церкви, неотъемлемой частью которой она всегда себя считала, то есть патриархом московским и всея Руси и его священным седоном, является каноническим требованием. Нужно помнить, что историческая русская церковь сотни лет после крещения Руси с 1988 года по 1448 не была автокефальной и избрание ее первоиерарха утверждалось на канонических основах патриархом Константинопольским. То же самое следует сказать и о пункте 5, о поминовении предстоятеля русской православной церкви, то есть патриарха Московской и всея Руси перед поминовением первоиерарха русской православной церкви за границей. Молитвенное поминовение предстоятеля поместной церкви патриарха является прямым требованием священных канонов православной церкви. Каноны 13, 14 и 15 Двукратного Собора ясно говорят об обязанности для всех клириков поминать своего архиерея, а всех священнослужителей поминать своего патриарха. Этим они свидетельствуют о своем церковном общении с ним. Отказ от поминовения патриарха, согласно 15 пункту канона Двукратного Собора, привраивается к устройству раскола в церкви, и такой клирик подлежит лишению сана. Канон 15 гласит в частности, ащи, который присвитер или епископ или митрополит, дерзнет отступить от общения со своим патриархом, не будет возносить имя его по определенному и установленному чину в божественном священодействии, но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его учинит раскол. Таковому Собор определяет бытие совершенно чуждо всякого священства, а щиток мы обличем будет всем беззаконии. Непринятие акта при нынешних исторических возможностях обозначает окончательный разрыв Русской Православной Церкви за границей со всеми поместными православными церквами, которые тогда будут иметь полное право считать нас раскольниками. Непринятие акта вполне реально может побудить Иерусалимскую Церковь признать нас раскольниками, отменить то благословение нашим архиереям и священникам служить на Святой Земле, которую имеем, и отобрать те антиминцы, на которых мы сейчас служим. Это грозит и окончательной потерей нашего имущества у святых мест. Непринятие акта сделает нас в глазах Русской Православной Церкви раскольниками, наподобие последователям Валентина Русанцева, и закроет нам возможность принимать участие в церковной жизни на родине. Сейчас с нами считаются, приглашают, принимают участие в церковных и исторических конференциях, на которых мы имеем возможность высказать точку зрения нашей Церкви. Непринятие акта положит конец такому участию. Митрофорный, Патриаре Александр Лебедев, 3 ноября, 2006 год. Псалом, 49, 21 по 23 стих. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заблючу тебя, и представлю перед глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Стихотворение «Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждая как день светла, и если бы земля могла, она бы Пасху проспала. Почтение, почтение, Псалтыри. «Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечностью легла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетия. Еще земля голым гола, и ей ночами не в чем раскачивать колокола, и вторить с волей певчим. И со страстного четверга, и со страстного четверга, вплоть до страстной субботы, вода буравит берега и вьет водовороты. И лес раздет и не покрыт, и на страстях христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. А в городе, на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят на гешом в церковные решетки. И взгляд их ужасом объят, понятна их тревога. Сады выходят из-за град, колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, и черный плат, и свечи крят, заплаканные лица. И вдруг навстречу крестный ход, выходит с плащаницей, и две березы у ворот должны построниться. И шествие обходит двор, по краю тротуара, и вносит с улицы в притвор весну, весенний разговор. И воздух с привкусом просфор, и внешнего угара, и март разбрасывает снег, на паперти толпе коллег. Как будто вышел человек, и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки раздал. И пение длится до зари, и, нарыдавшись до столь, доходит тише изнутри, на пустыре, под фонари, псалтырь или апостол. Но в полночь смолкнут твари плоть, заслышав слух весенний, что только-только распоготь, смерть можно будет побороть усилием воскресенья. Пастернак Пастернак Пастернак